До истечения срока ультиматума, который Светлана Тихановская выдвинула Лукашенко, остались буквально считанные часы. Но ничто не указывает на то, что требования ультиматума, в частности, отказ Лукашенко от власти, могут быть выполнены. Зачем Тихановская выдвигала ультиматум с назначением определённой даты? По мнению Ольги Дрындовой, эксперта по Беларуси Бременского университета, нынешняя ситуация зашла в некий тупик. Лукашенко не хочет отказываться от власти и не может остановить протесты. Выходящие на улицу белорусы не признают его легитимность. Необходим новый импульс. Люди, конечно же, устают от таких долгих протестов. Белорусы просто никогда не участвовали в таком масштабном событии. Динамика может немножечко теряться со временем. Плюс скоро холодно, будет темно, приходит осень, весна. И вот такие какие-то высказывания резкие, конечно, у людей повышают интерес к протестам. Но я думаю, ещё это была всё-таки, конечно же, реакция на вот этот вот специфический визит Лукашенко в СИЗО. То есть, возможно, команда Тихановская увидела в этом слабость Лукашенко и решила вот ещё больше надоедать. Похожего мнения придерживается Григорий Нижников из Внешнеполитического Института Финляндии. Конкретного результата после истечения срока ультиматума ждать не стоит. Возможны отдельные забастовки. Но они не будут частью централизованного процесса, считает он. Мы видим, что протест сам по себе, как протест происходит, он совершенно децентрализованный. То есть, это не, скажем так, не призывы каких-то политиков, каких-то деятелей, каких-то телеграм-каналов, которые пытаются выводить их. Нет. Он всё-таки децентрализованный. Он происходит через своего рода небольшие группы, которые собираются, знают и действуют. В данном случае, я думаю, то же самое будет с протестом, с бойкотом. Будут небольшие группы, которые решат, что мы остановим наш цех, допустим. Но в большинстве случаев, я думаю, что люди скорее примут решение с точки зрения, я думаю, понимания того, что вряд ли это произойдёт по всей стране. Потому что, когда в августе, в самый пик, действительно ситуация была на грани, мы видим, что, в принципе, забастовка не прошла. Она была совершенно, скажем так, символической. И не сработала. А это было действительно самое, я бы сказал, жаркое время. По мнению опрошенных экспертов, судьба протестов в Беларуси никак не связана с тем фактом, состоится ли всеобщая национальная забастовка или нет. Поскольку протесты децентрализованные, они и так продолжатся. Кроме того, говорит Ольга Дрындова, за последние два месяца инструментарий белорусов для выражения своего недовольства расширился. Здесь ещё важно понимать, что у белорусов есть другие формы протеста, не обязательно забастовка, в смысле, не обязательно уличные протесты. То есть белорусы, вот мы получаем уже два месяца какие-то сообщения о том, что белорусы принимают так называемую итальянскую забастовку. То есть они работают медленно или работают по правилам. Это вот из первых вот этих соцопросов уже видно, что люди это делают. Плюс люди, например, не платят долго за коммунальные услуги, чтобы у местного бюджета было меньше денег. Или, например, люди меньше покупают продукцию предприятий, которые в бизнесе, которые приближены к Лукашенко. То есть вот эти, мне кажется, все формы процесса, они независимо от Ульсима Тихановской, будут сохраняться. Люди готовы, в принципе, протестовать достаточно долго. По мнению аналитика университета Бремена, выдвижение ультиматума, как правило, имеет смысл, когда есть основания предполагать, что его условия будут выполнены. В данном же случае речь идет, скорее всего, о его второй функции – придании динамики. Но в любом случае, как считают оба эксперта, протесты будут продолжаться. Репрессии со стороны государства тоже не остановятся и, возможно, даже усилятся.